Кажется ли вам, что по всему поэтому на сегодня антизападничество и антиамериканизм следует считать нашей национальной идеей? Безусловно. Во-первых, антиамериканизм это разновидность ксенофобии. Всякая ксенофобия, всякое разжигание ненависти к американцам, кавказцам, азиатам, полякам, неважно к кому, ужесточает людей. Люди, которые воспитываются с детства в категориях вот этого ненависти, они впоследствии с большим трудом могут быть дружелюбными, добрыми по отношению друг к другу. И заметьте, сколько агрессивности в нашем обществе сейчас, сколько злобы. В значительной мере это воспитывается именно тем, что все время нужно находить врага. А это идет. Почему мы протянули оттуда, от пакта Молотова-Риббентропа? Совершенно правильно. Я помню, когда я был ребенком, вот эта ненависть к врагу, боязнь врага была всеобъемлющей. Если что-то там электричеством было, с водопроводом, вырубали свет, поезда, одно слово было, вредители. Потом все переменилось. Но эти вредители были кто? Фашисты и самураи японские, конечно. Но их шпионы и диверсанты, конечно. Правильно, потом все переменилось. Во время войны американцы были самыми лучшими друзьями. Меня лично, они спасли если не от голодной смерти, вот в 42-м году, то во всяком случае от полной дистрофии. И потом, когда я был шофером грузовика и ездил на наших машинах, и получилось, что я попал на американский Студебекер, то я понял, что такое сделали американцы. Они 300 тысяч Студебекеров дали, и маршал Жуков сказал, если бы не американские машины, нам не на чем было бы возить нашу артиллерию. И вы бы видели, 9 мая, я помню, я выхожу на Красную площадь, и появляется, если американский офицер, тогда было большое американское военное здесь представительство, их бросали, их качали, первые самые люди были, потому что люди знали, что американцы сделали. А потом все стало меняться. Промывали, промывали, промывали мозги. И в конечном счете, начиная с дурацких анекдотов 1948 года, вы что думаете, Гитлер умер? Да нет, он в Америке, Трумэном работает. Вот такой уровень был. Вот Сергей Иванович, вы всегда говорите, что вы за правду.